всем привет на сегодняшний день этот телефон гаджет занял важную роль нашей жизни потому что в нем вся наша жизнь контакты близких нужных для нас людей наши фотографии видео которым мы дорожим календарь в котором мы планируем дела и наша виртуальная жизнь социальных сетях извините отвлекся кстати это фаббинг фаббинг английское слово от слова phone телефон и снаббинг пренебрежительные отношения привычка постоянно отвлекаться на свой гаджет во время разговора с собеседником как я говорил телефон интернет социальные сети и мессенджеры стали неотъемлемой частью нашей жизни мы выставляем социальные сети все что с нами происходит мы посетили кафе мы чекинемся что пообедали вкусным шашлыком отметили друзей на фотографии когда в нашем районе идет ремонт дорог мы загружаем фотографию о том как их ремонтируют мы комментируем чьи-то посты выражаем свое мнение и делимся своими событиями в жизни но многие из нас большинство случаев не задумываться над тем что вся наша информация в социальных сетях и мессенджерах становится доступна для всех и во многих случаях многие из нас удивились бы если кто-то незнакомый начал рассказывать где мы обедали вчера с кем мы ходили в кино на прошлой неделе и наша позиция в отношении курса доллара очень пессимистично почему вы удивляете если вся эта информация публичные доступны в интернете на ваших аккаунтах вербовщики различных деструктивных радикальных групп используют именно доступные в интернете информацию о нас для того чтобы узнать поближе понять что нам интересно за какую партию мы болеем чтобы использовать данную информацию для построения доверия во время беседы с нами через социальные сети и мессенджеры они говорят о темах которые интересны нам о вопросах которые нас волнуют местах и вещах которые нам нравятся тем самым втираясь доверие после построения доверия становится легче манипулировать нами и заставлять принимать решение в их пользу но самое опасное в том что мы рискуем нашей личной безопасностью и безопасности наших близких людей публикуя свою жизнь в интернете мы просто указанным лицам которые нам хотят навредить где мы живем где мы часто бываем когда забираем детей из детского сада на какой машине мы разъезжаем кто наш самый близкий друг или кто наши родственники как мы живем и какие ценные вещи у нас дома находятся если у нас появится какой-то недруг который будет нам угрожать ему будет очень легко нас подкараулить возле дома возле нашей машины и возможно причинить нам вред очень легко снизить данный риск просто перед публикацией очередного поста нашей жизни подумайте зачем вы ее публикуете кому она нужна что данная публикация вам даст берегите себя и несколько раз подумайте прежде чем загрузить очередное фото а а а а а а Продолжение следует...